Здравствуйте, меня зовут Зинько Сергей. Я руководитель отдела разработки компании NeroElectronics. В мае 2011 года наша компания выпустила на рынок бюджетно модифицированную версию прибора для управления ролетами. Это прибор 8113 UPMI. Данный прибор, в отличие от своего предшественника, позволяет управлять только приводами ролета. Он не имеет светодиодной индикации и кнопки программирования. В нем также изменены количество и расположение внешних контактов. Моя задача рассказать и продемонстрировать вам, как выполняется процесс программирования новой версии прибора. В данном приборе реализовано три способа входа в режим программирования. Первый с помощью внешней клавиши. Второй с помощью радиопульта, ранее записанного в память прибора. И третий, так называемый автоматический вход в режим программирования. Он выполняется при включении в сеть, при условии, что память прибора была полностью чиста. То есть в нее не были записаны радиопульты. Важно понимать, что как минимум один раз нам придется воспользоваться первым способом, чтобы войти в режим программирования и либо записать память прибора радиопульт, либо осуществить полную очистку памяти. Таким образом подготовить прибор для автоматического входа в режим программирования. Сейчас я на практике продемонстрирую, как пользоваться каждым из этих способов. Для этого я подготовил набор необходимых компонентов. Прибор 8113 УПМИ. С помощью сетевого шнура он включается в сеть. К нему подключена внешняя клавиша. Также аналитный стенд. Кроме этого подготовлен набор радиопультов. Как я уже сказал ранее, нам не бойтесь без внешней клавиши как минимум один раз. Для того, чтобы войти в режим программирования, я буду удерживать внешнюю клавишу 4 секунды. После этого наступит 5-секундный интервал, в течение которого я как минимум два раза должен успеть нажать на эту клавишу. Я начну. 4 секунды удерживаю клавишу. Теперь два раза. Характерные движения ралитного полотна указывают на то, что прибор находится в режиме программирования. Сейчас я могу записать память прибора, например, в верхнюю кнопку мини-пульта. Для этого я коротко на нее нажму. Прибор указывает на то, что кнопка записалась в памяти. Для того, чтобы выйти из режима программирования, я коротко нажму на внешнюю клавишу. Убедимся, что кнопка действительно записана в память прибора. Она вызывает срабатывание. Теперь с помощью записанного радиопульта я вновь войду в режим программирования. Для этого я буду выполнять, по сути, все те же действия, которые я выполнял с помощью внешней клавиши. Только вместо нее я буду использовать кнопку мини-пульта. Я по-прежнему буду удерживать ее в нажатом состоянии 4 секунды. После этого наступит 5-секундный интервал, в течение которого я должен буду успеть как минимум два раза нажать на кнопку мини-пульта. Я начну. Удерживаю 4 секунды. Теперь два раза. Движение полотна указывает на то, что прибор находится в режиме программирования. Находясь в режиме программирования, я запишу группу кнопок второго радиопульта в память прибора. Для этого я коротко нажму на кнопку стоп. Группа кнопок, записанная в память прибора. Теперь я выйду из режима программирования, нажав ту кнопку мини-пульта, с помощью которой я в него вошел. Прибор вышел из режима программирования. Теперь мы убедимся, что все кнопки, записанные в память прибора, вызывают срабатывание. Кнопка мини-пульта. И группа кнопок второго радиопульта. Теперь я покажу, как выполнить полную очистку памяти, для того, чтобы подготовить прибор для автоматического входа в режим программирования. Для этого мы снова воспользуемся внешней клавишей. И войдем в режим программирования. Теперь два раза. Мы вошли в режим программирования. Для того, чтобы стереть всю память прибора, мы снова будем удерживать более 4 секунд внешнюю клавишу. Характерные движения подтверждают, что память стерта. Теперь коротким движением, нажатием на клавишу, мы выйдем из режима программирования. Убедимся, что все ранее записанные кнопки радиопультов стерты. Как видим, ни одна из кнопок радиопультов не вызывает срабатывания. То есть память чиста. Теперь мы подтвердим, что прибор готов для автоматического входа в режим программирования. При включении в сеть он должен автоматически войти в режим программирования. Включаем прибор в сеть. Характерные движения реалитного полотна указывают на то, что режим программирования. Сейчас мы вновь можем либо записать кнопки радиопультов, либо короткие нажатием внешней клавиши выйти из режима программирования. Как видите, весь процесс программирования состоит из комбинации несложных действий. Тем не менее, если вам что-либо было непонятно и у вас возникнут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в службу технической поддержки нашей компании. Спасибо за внимание. До свидания.